Семнадцатая кофизма Замечательный вопрос, мы это можем увидеть, что во время отпевания читается Семнадцатая кофизма, во время заупокойных богослужений, которые совершаются в субботу, тоже читается Семнадцатая кофизма. Что же вне в этой семнадцатой кофизме такого особого, что церковь усваивает это и говорит нам, еще здесь живущим, чтобы именно словесами этой молитвы мы молились о наших усопших в определенные естественные дни и в определенных обстоятельствах. А в этой кофизме находится всего лишь один псалом, сто восемнадцатый псалом. Если мы его с вами внимательно начнем читать, то мы увидим, что этот псалом напоминает нам о всей жизни человека. От его рождения и, в общем-то, до его отшествия ко Господу. От определенного этапа, в котором примет участие абсолютно все человечество, каждый человек придет к смерти, предстанет пред Богом и даст ответ на судилище Божие. В этом псалме очень подробно, очень красиво псалмопевец Давид, а многие, в общем-то, приписывают именно ему, авторство этого псалма, описывает, как же должен был бы прожить человек свою жизнь, как он ее проживает, чтобы достичь Царствия Небесного и чтобы принести настоящие плоды покаяния. Псалом, читаемый медленно, сто восемнадцатый псалом, который мы прочитаем, если медленно, мы увидим там себя от момента рождения до исхода из этой жизни. Все свои намерения, помышления, дела, поступки, как мы должны были бы поступить в этот момент, и когда мы предстоим с вами пред телом нашего близкого усопшего, когда мы провожаем в путь всея земли близкого суродника, знакомого, друга, а может быть, даже и просто нас пригласили на отпевание человека, который нам не знаком, то, видя бездыханное тело, видя того, кто сейчас будет давать ответ за свою прожитую жизнь, слова этого псалма более внимательно настроят нас на нашу с вами жизнь, настроят нас на то, чтобы мы были бы внимательны к самому Христу, к проявлению Его в нашей жизни и по отношению нас к Нему, чтобы мы тоже не были бы беспечными. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.